В Дивреле мы можем работать с принтами, подводить итоги и утеративно улучшаться. Вот это шок-контент, просто открытие всех времен и народов. Привет, я Юра Агеев, и это 127 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Долгушев. Мы поговорим о том, что такое Диврел, почему про него важно знать и кто им может заниматься. Обсудим, как компании работают с потенциальными сотрудниками до найма и уже в процессе работы. Можно ли это измерить и как на это влиять. Поговорим о том, как вовлекать людей в Диврел и как трансформировать культуру компании или команды по модели Уилбера. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Леша, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Я живу в Новосибирском академии от КМ. Я всякими разными штуками в работе успел позаниматься. Когда-то давным-давно даже успел попрограммировать машинное зрение. В этот момент у меня обычно ностальгическая слеза катится по щеке. После этого всякими разными вещами промышлял. Был Project Manager, Product Manager, конференции организовывал. В общем, разное. Но каждый раз, где бы я ни работал, в какой бы компании, повторялась очень похожая история, что мы были классные, но о нас никто не знал в тусовке, в сообществе. И мы каждый раз для этого что-нибудь придумывали для того, чтобы нанимать людей или с разными другими корыстными целями. И, в общем, выдумывать все эти ухищения мне в какой-то момент понравилось настолько, что начало нравиться больше, чем все остальные вещи, которыми я занимаюсь по работе. И, собственно, я только на этом и сфокусировался. И, в общем, сейчас занимаюсь тем, что работаю в нашей трансконтинентальной компании. Дивлел-бюро долгушев-старожилов называется. Вот так. И занимаемся мы как раз тем, что помогаем технологическим компаниям становиться более заметными для сообщества. Это в двух словах о себе. Круто. Деврелл это называется. Е нужно произносить мягко, иначе тебя сразу запишут о враге. Это вот у нас в Новосибирске есть населенный пункт Берск. Если ты говоришь Берск, то все, сразу на тебя начинают косо смотреть. Обе-е-деф-релл. Да, обе-е мягкие, да. Это как нефтяники говорят добыча нефти. И если ты говоришь добыча нефти, то ты сразу не свой. Давайте запомним на случай поездки на север нашей страны. Тем не менее, прежде чем мы начнем, расшифруем это слово, а потом уже на примерах разберем, что же это такое. Девелопер-релэйшнс. Деврелл – это сокращение. Девелопер-релэйшнс – это как паблик-релэйшнс, только девелопер. Прекрасно. Да, с пиаром люди знакомы. И самый главный вопрос, наверное, если это девелопер-релэйшнс, то зачем про это знать остальным? Не-не-не, зачем про это остальным надо знать? Вообще, как-то это применяется за пределами работы с разработчиками? И если да, то как? С чем можно это сравнить из реальности? На самом деле, наверное, проще всего какой-нибудь пример привести, ситуацию рассказать. Чтобы отдать должное исторически сложившейся повестке, можно начать с примера про разработчиков. Ситуация такая. Допустим, мы в какой-то момент озадачились наймом людей в команду, инженеров. И случается такая ситуация, когда на САБЕС приходит довольно мощный чувак, синер или тимлит, или уважаемый в тусовке человек, и говорит, что он к нам пришел, потому что слышал выступление нашего СТО на местной технологической конференции. Примерно из того рассказа представляет, какими задачами мы занимаемся, ему кажется, что они классные. И только, собственно, поэтому он откликнулся. То есть обычно он в холодные входящие контакты в Линкедине от HR отфутболивает, а тут такой, о, да я же знаю этих ребят, ну, надо сходить пообщаться. Мило пообщались, и все, он устроился к нам в компанию. Если бы он тогда выступление нашего СТО не послушал, то он бы, ну, скорее всего, мы бы его к себе не заманили. Вот это пример классического Диаврела. В том смысле, что мы чего-то такое про себя во внешний мир рассказали, в технологическое сообщество, ребята там послушали, и кто-то из них потом сконвертировался в какие-то наши корыстные call-to-экшены. Ну, например, прийти к нам пообщаться на САБЕС. Но это не единственный возможный случай, конечно. Ты, кстати, очень справедливо заметил, что хочется понять, на кого это все направлено, и public relations, developer relations, мы эту параллель метафору рассказали вслух. Действительно, тут зарытая некоторая собака, связанная с тем, что Диаврел — это название некого исторически сложившегося инструментария, но девелопер вот в данной аббревиатуре понимается в максимально широком смысле этого слова. Там такая обычно звездочка и сноска, что под девелопером мы можем понимать разработчиков, отендера, бэкендера, любой стек, менеджера, проект-менеджера, продукт-менеджера, в общем, кого угодно, связанного с профессиональным сообществом, с которым мы хотим выстраивать долгосрочные взаимоотношения, коммуникации, общаться. И одна из возможных интерпретаций заключается в том, что чтобы не мучила совесть всем этим инструментарием пользоваться не только ради девелоперов, это что каждый из нас в работе немножко что-то создает подручными ему способами, кодом, коммуникациями, графиками, чем угодно, словами и так далее. И, в общем, каждый из нас немножко в этом смысле девелопер, поэтому давайте пользоваться инструментарием Developer Relations для того, чтобы выстраивать вот общение, мосты, перекидывать между нашей компанией и профессиональным сообществом, каким бы оно ни было. Про код, про продукты, про проекты, про что угодно. Слушай, очень красиво, красиво завернул. И, кажется, действительно это связано сильно с практикой. Мы пока бы вам можно делали много метапов в самых разных офисах компаний. И, ну, я думаю, одна из причин, почему компании вообще хостили метапы, это как раз вот примерно то же самое. Чтобы люди пришли к ним, посмотрели, как у них. Более того, они еще обычно с докладом каким-то там выступали, рассказывали, что они делают. И это вот как раз речь про менеджеров продуктов. Но можно ли просто метап назвать ДВРО? Или это более системный подход? Или это... Вот просто ты говорил там сейчас, чувак сконвертировался, такой сразу, ага, это что-то про лидов, как в маркетинге, есть ли там воронка, какие конверсии. Что, как это работает? Тут, на самом деле, очень забавная ситуация. Ну, вот возвращаясь к первому вопросу, можно ли просто метап стать ДВРО или нет? В общем, ответ и да, и нет. И сейчас поясню, почему так. Нет, потому что ДВРО – это некая осмысленная деятельность. Мы можем какими угодными моделями, инструментами пользоваться, неважно, но мы предпринимаем некие интеллектуальные, организационные усилия для того, чтобы чего-то такое сознательное рассказывать о себе во внешний мир. И если метап, например, собрался спонтанно, ну, просто пацаны зацепились языками в чате и такие, а, давайте соберемся, чуть подробнее про это со слайдами поговорим, и вот у нас уже метап, то в целом вряд ли это можно считать частью какого-то нашего плана, что мы будем потом считать какую-нибудь воронку, оттуда собирать, какие-то метрики, как это все хорошо прошло или плохо, что улучшить в следующий раз, ну, то есть просто собрались и поговорим. Но, с другой стороны, такой метап спонтанно все-таки можно считать Диврелом, потому что при прочих правных условиях, если компания продолжает существовать, то невозможно не делать Диврел. Каждая компания, которая удачлива до тех пор, пока она существует, она в каком-то виде делает Диврел, пусть даже неосознанно, только за счет того, что люди разговаривают, люди чего-то рассказывают про свою работу, люди могут пойти в бар на зум-вечеринку в наши времена, ну, как угодно, и сказать, ну, я вот сейчас вот разбирался вот с этой задачей, там, базы данных мы переворотили все, и вот в итоге там MongoDB, не знаю, что-то еще. Люди его послушали, и у них сложилось какое-то впечатление о том, о чем вообще люди в компании занимаются. Вот наши бэкэнд-разработчики занимаются вот таким, наши продукт-менеджеры занимаются вот таким. Особенность ситуации в том, что если этим не заморачиваться, не пытаться хоть как-то на это повлиять, то все равно образ твоей компании в глазах профессиональной душевки будет создан. Да, он спонтанный какой-то будет. Ну, то есть люди будут знать, что попало. Более того, даже если ты занимаешься диврелом, не всегда возможно, чтобы сделать такую ситуацию, чтобы появились гарантии, что люди не будут знать, что попало. То есть мы вроде бы поднапряглись, что-то там метапы какие-то провели, а люди все равно, что попало, знают. Такое бывает. То есть это свидетельствует о точках роста, которые в нашей диврел-статегии нам нужно реализовать. Но смысл в том, что если ты этим не управляешь, оно все равно в каком-то виде есть. Поэтому вон тот спонтанный метап, о котором мы сейчас говорим, это тоже деврел, потому что это тоже канал, по которому, пусть и неосознанно, мы транслируем некий посыл о своей компании. Пусть он не будет синхронизирован ни с чем другим и никак не дополняет тот образ, который уже у людей в голове есть, никак не будет связан с тем, что мы в будущем будем рассказывать. Но, тем не менее, это кусочек пазла, чуть более целостную картину компании. Люди приобретут те, которые на этот метап придут в качестве участника. Ну, вот как-то так. Получается, давай, знаешь, можно представить, действительно, вот этот человек ищет работу, так или иначе, он из интернета все равно, наверное, пытается понять, что там за компания, что происходит, наверное, смотрит какие-то фотки, социальные сети и прочие-прочие вещи. Наша задача, мы стоим на месте компании, да, например, наша задача в этот момент быть готовыми к этому событию в каком-то смысле. Оставить там достаточное какое-то количество следов, либо действительно проактивно проводить какие-то события, зазывать людей, выступать на конференциях, что-то типа того. То есть это тот как раз след, который, тот месседж, который компания оставляет, а люди считывают. Ну да, ну то есть можно представить себе ситуацию, когда у нас есть две компании, которыми похожими вещами занимаются, и потенциальный соискатель на похожие вакансии в обе компании, он действительно начинает ресерчить. То есть у одной смотрит, окей, у них есть сайт и страница на HeadHunter, окей. А смотрит другую, у нее есть какие-то живые соцсети, есть канал на YouTube, куда выкладывают записи с внутренних метапов, причем там можно посмотреть и про разработку, и про управление продуктами, и про какие-то менеджерские штуки, связанные со стратегией компании в целом. То есть он может более полную картину составить относительно того, какими задачами ему придется заниматься, еще до того, как он с нашими рекрутерами пообщается. Более того, мы можем либо усилить, либо наоборот, если мы все криво сделали, усугубить, что ему точно не захочется с нашими рекрутерами общаться. Но в целом, может быть, это и неплохо, потому что у нас есть некое представление относительно того, кому с нами по пути, а с кем мы просто хотим общаться, но не обязательно они нам подойдут для того, чтобы стать частью команды. Такой предварительный фильтр получается. Да, да, да. Ну, то есть, вообще говоря, при прочих равных условиях у такого превентивного игрела есть задачи трех уровней. Первый уровень — это запомниться в том смысле, что если люди решат, что даже конкретно сейчас им не хочется откликаться на наш call to action и у них свои собственные другие планы, тем не менее, было бы круто, если бы они про нас знали. И потом у них кто-нибудь спросит, слушайте, а вот это что за компания? Они такие, ну, в целом, ребята прикольные, они вот такие-то, такие-то штуки делают. И это вот то, что он перескажет потом об сарафанной радио, будет не сильно отличаться от действительности. То есть задача номер один верхнего уровня — это запомниться. Задача второго уровня — это, собственно, уже такую предварительную сегментацию провести, что, окей, смотрите, мы вот такие, поэтому в первую очередь нам бы хотелось дружить, взаимодействовать вот с такими ребятами, но если вы не такой, то не страшно, давайте просто мы будем вам рассказывать новые штуки, которые у нас есть, чтобы оставаться на связи, что называется. Задача третьего уровня — это тем, кого мы заинтересовали, тот, кто под наши фильтры и сегменты попадает, им уже непосредственно продавать. Ну, то есть, ребята, смотрите, кажется, нам с нами по пути. Если интересно глубже копнуть, то вот что конкретно мы предлагаем. Чисто исторически большинство компаний, которые неосознанно к подобной задачам подходят, они с третьего уровня начинают и вываливают на людей кучу всяких преимуществ для себя, что смотрите, мы вот такие, технологичные, крутые, и вот что у нас еще. И офис у нас, бесплатный спортзал, ты на беговой дорожке, в одной руке у тебя бесплатный кофе, а в другой печеньке. В целом, это норм, ну, в том смысле, что, может быть, это действительно правда. Но проблема в том, что, послушав вот такой посыл с кучей всяких штук через запятую, люди запомнят, что попало. Кто-то запомнит про спортзал, а кто-то про работу с базами данных, там, про стек по-технологическим. В общем, одна из задач «Дивилл» заключается в том, чтобы внятно формулировать посыл и оставлять у людей сколько-нибудь предсказуемых отпечаток вот в сознании относительно компании. Это измеряется? И если измеряется, то как? Классическая штука про воронку, кажется, сегодня разочек в самом начале. История про то, что инструментарий «Дивилл» направлен на решение какой-то насущной проблемы, ну, то есть, с наймом, например, или вдруг так вышло, что мы разрабатываем какие-нибудь продукты, которыми пользуются разработчики, ребята из технологической тусовки, и мы хотим, чтобы количество пользователей наших продуктов увеличилось или количество пользователей нашего пансовца увеличилось. В общем, у нас есть какая-то цель, там, либо связана с наймом, либо с узнаваемостью, с инженерным брендом, с пользователем нашего софта профессиональной тусовки, какая угодно. И от этой цели мы начинаем плясать и строить воронку, что, окей, ну, это такое обратное планирование наше, что мы хотим этим людям продать наши инструменты, например, там, для, там, нашу IDE продать. Вот, окей, значит, конечная цель — это платные пользователи, уровень выше, там, бесплатные пользователи в реальный период, еще уровень выше — это, там, awareness, и, ну, вот, поехали классические, там, пиратские метрики. Метрики деврила, они завязаны на конкретную задачу. Хотим нанимать — окей, воронка найма. Хотим пиариться — окей, воронка пиара. Вот, и прелесть здесь заключается в том, что инструменты плюс-минус одни и те же, но в зависимости от контекста, специфики, их можно тюнить на уровне просто содержания. То есть, окей, метапы, статьи, контент-маркетинг — вот это все, оно остается, но в зависимости от того, на какую аудиторию целимся и что мы их зазываем делать, в зависимости от этого мы просто наполнение меняем, а механика всегда то же самое останется. Раз уже заговорили про воронку, какие, или это не про воронку? Так, ну смотри, вот было три первых пункта, да, это запомниться, потом сегментировать и потом продать идею того, что человек у нас, собственно, пойдет на работу. Это история про найм в большей степени, получается. Да, то есть, ну, цель найм. Но после найма есть еще вся остальная жизнь сотрудников компании. Давай поговорим, какие есть этапы этой жизни и как с ними работает DevRel. Прикольный вопрос, потому что по нашему опыту работы с компаниями, именно как DevRel Bureau, очень забавный тренд складывается, что 9 из 10 заявок, с которыми к нам обращаются, это ребята, мы хотим стать более заметными в инженерном сообществе, там, среди разработчиков, например, или среди продуктов, а среди кого угодно. Помогите нам стать более заметными. Окей, начинаем разбираться, копать эту верхнеуровневую задачу, и вот все-все, сколько там, 20 с лишним кейсов, которые у нас были к этому моменту, там каждый раз выяснялось, что настоящая цель какая-то другая. Ну, то есть, вот на верхнем уровне формулируется, хотим стать более заметными, но выясняется, что Notal Neck, он в каком-то другом месте, и именно с ним в первую очередь стоит поработать, потому что в терминах root cause, если ты вот починишь следствие, то круто, но потом еще куча проблем, а если ты починишь причину, то у тебя сразу куча профита появится. И вот сколько было кейсов, всегда какая-то особенная ситуация, и где-то вот потребность в том, чтобы быть заметными, вливалась в чисто внутренние задачи, внутреннюю движуху, например, связанной с тем, что у нас слабо развитые горизонтальные связи. То есть у нас команды не представляют, чем занимаются другие команды, и из-за этого у нас куча проблем, у нас кучу людей приходится нанимать, хотя иногда мы могли бы, не нанимая новых людей усиленность, уже действующих сотрудников, какие-то задачи порешать чисто за счет информированности. И вот такие ситуации случаются, и это тоже противорел. То есть найм — это не всегда ответ? Да, найм — это, ну, знаешь, это скорее такой флажочек, что компании где-то что-то слышали. Ну, вот такая ситуация, как я описываю, распространяя, в первую очередь, в тех организациях, которые пока что еще сознательно противорелительскими штуками не занимались. И они такие, окей, мы слышали, что так можно, вот соседние компании так делают, мы тоже так хотим. Наверное, нам это нужно для найма. Что-то нам становится сложнее и сложнее нанимать, но когда мы туда приходим, начинаем разбираться, как вот люди со стороны, почему становится сложнее и сложнее нанимать, не всегда выясняется, что проблема именно в рынке. Иногда выясняется, что проблема с внутренними вещами, с профессиональным развитием, с удержанием, с внутренними комьюнити, и вот с подобными вещами. И на самом деле вот в той модели мира, которой мы пользуемся, DevRel — это всегда про два уровня. Про движуху снаружи компании и про движуху внутри компании. И они взаимосвязаны, эти вещи. И одна без другой очень проблематично существует. Ну, то есть, когда компания такая, окей, нам нужно вот снаружи побыть заметными для того, чтобы, например, нанимать, выясняется, что куча всяких сложностей для того, чтобы это поехало, они именно внутри компании. Что, окей, нам нужен user-generated content от наших инженеров, но каждому первому, к которому мы подходим, говорю, слушай, а давай ты выступишь на конференции. В соседней компании так делают. Человек, к которому мы подошли, он такой, ну, что-то мне не о чем рассказать. У нас все обычно, не пойду. И ко всем подошли, они все так сказали, и никто не захотел. И вот начинаешь с этим работать, выясняется, что проблема на самом деле в другом. Ну, то есть, для того, чтобы были истории для внешнего мира, и для того, чтобы были люди из числа наших сотрудников, которые могут быть носителями этих историй, они их туда доставят, пообщаются с единомышленниками, с людьми, которые не на одной волне, потому что похожими вещами занимаются, и произведут впечатление. Для того, чтобы все это было, нам нужно внутри эту движуху раскачать. Нам нужно, чтобы ребята хотели и умели это делать, чтобы у них была платформа внутри, где потренироваться, чтобы были внутренние метапы. Если мы хотим писать статьи, чтобы были внутренние статьи, внутренний блок. И иногда действительно случается таких запросов меньше. Ну, может, это наша какая-то специфика, особенности нашей адресной книги, но запросов на то, что помогите нам с внутренними штуками, их сильно меньше. Но при этом это тоже выливается в такой же похожий комплекс задач, что в целом нужно сделать. И выясняется, что если фокусироваться только на внутренней культуре, на удержании, на профессиональном развитии, на внутренних сообществах, на переиспользовании инженерных best practices, то этого тоже недостаточно. Ну, то есть случаются такие ситуации, когда мы вот напряглись, сделали ребятам и внутренние метапы, и блог, и что угодно, все переопыляются, счастливы, но начинают вариться в своем собственном котле. И не получают обратную связь от внешнего мира, насколько это вообще все up-to-date. Ну, то есть, когда ты выходишь куда-то со своей статьей, выступлением, мероприятием, чем угодно во внешний мир, ты, помимо всего прочего, еще помимо того, что ты несешь какой-то месседж и преследуешь свои корыстные цели для того, чтобы формировать образ компании, ты еще и обратную связь получаешь. Что, ребята, чего вы тут рассказываете, этими технологиями уже 10 лет никто не пользуется, вы, правда, их используете для своего продукта? Или, окей, мы вот похожую задачу решали, но сделали вот так-то, так-то, и получается более оптимальный подход. То есть, вот эта обратная связь, она тоже очень важна, и DevRel это всегда про два вектора. Один направлен наружу, это мы что-то туда несем, а один направлен вовнутрь, это мы что-то к себе, в частности, обратную связь затаскиваем для того, чтобы развивать ребят внутри компании. Короче, штука про внутреннюю движуху, про профессиональное развитие, удержание, она очень важна в DevRel. Смотри, про работу наружу мы уже поговорили, достаточно неплохо, да, это связано с наймом, с брендом. А вот про внутреннюю, то, что ты сейчас ты тронул, из чего состоит, например, и в чем проблема удержания, ну, вот кроме получения обратной связи, да, регулярной, чтобы люди понимали, что они окей, и что они работают с актуальными технологиями, в чем еще, может быть? Вообще термин такое удержание, знаешь, если так додуматься. Кажется, что человек прямо рвется, а его приковали к батарею. Да. В общем, он пока что остался в нашей компании. На самом деле, это прикольная штука, связанная с тем, что, когда компании начинают практиковать DevRel, они время от времени обнаруживают некоторые побочные эффекты у себя. Ну, то есть, вот мы озадачились тем, что хотим, например, наших ребят в следующем году отправить, чтобы они прошлись таким турной по конференции в качестве спикеров, потом рассказывали всяких историй, чем они у нас занимаются, чтобы все в тусовке воодушевились в сообществе. И ребята, когда начинают вот так вот выходить в свет, они обнаруживают, что помимо обратной связи от внешнего сообщества еще увеличилось количество инцидентов внутри компании, когда переиспользуются какие-то инженерные решения. То есть в одной команде что-то запилили, сделали подход, технологию, что угодно. А в другой команде про это узнали и сэкономили всем немного времени за счет того, что воспользовались существующим решением. Ну, то есть воспользовались находкой, придумкой своих коллег. И вот так вот между разными командами это происходит. И таким образом, вроде бы, финальная цель была в том, чтобы нам было о чем рассказать во внешний мир. Но мы договорились внутри, что для того, чтобы нам была возможность потренироваться, мы и внутри тоже будем рассказывать. Ну, то есть выступить на внутреннем этапе не так страшно, как на внешнем. Поэтому давайте внутренние метапы тоже сделаем. И выяснилось, что эти внутренние метапы имеют самодостаточную ценность для того, чтобы ребята из них, даже те, кто никогда в жизни потом не будет выступать где-то снаружи, ничего публичного не будет делать, он, тем не менее, все равно получил пользу и ценность от того, что он в этом метапе внутренне поучаствовал за счет того, что он что-то полезное для себя услышал. И вот эта история про то, что ты сейчас говорил про удержание в кавычках слова, которое нам не нравится, профессиональное развитие, это как раз про то, чтобы становиться более крутым, специалистом в своей основной специализации не профессиональным деврел-активистом или профессиональным ходоком по конференциям, а именно профессиональным разработчиком, профессиональным продуктом за счет того, что ты прокачиваешь свой скил обмена информацией, общения и коммуникациями на профессиональные темы, в том числе внутри компании. Когда ты можешь систематизировать и сформулировать свой опыт, чтобы он был нормально доставлен до тех людей, которые тебя слушают или смотрят, и когда ты можешь воспринимать то, что они тебя транслируют и можешь для своих задач использовать, это довольно крутая штука. То есть это история про экономию усилий, времени и денег за счет переиспользования каких-то уже существующих практик. Хотел немножко попозже про инструментарий поговорить, но история про общение с профессиональным сообществом, в том числе внутренним, в рамках компании, это история про использование на практике так называемой модели Дрейфуса, на самом деле Дрейфусов, там два брата эту модель придумали, штука про уровни профессионального развития в разных специализациях. То есть чисто исторически в 20 веке ее придумали в авиационной промышленности и, в общем, пилотов измеряли, что какие уровни профессионального развития бывают у чуваков, которые водят самолеты, пилоты. Потом всем эта модель настолько понравилась, что начали ее применять куда попало, и в какой-то момент добралось до IT. И, в общем, IT тоже используется в том смысле, что, окей, а какие уровни профессионального развития есть в нашем IT-департаменте. И сама модель, люди, даже если не слышали ее название, то с ней точно сталкивались, она про то, что есть, ну, в общем, при прочих равных условиях, с поправкой на то, что все компании разные и так далее. В некотором приближении можно выделить пять уровней, что ты джун, мидл, синьер, лид и потом суперкрутан. Высшая степень твоего развития профессионального. И фишка в том, что в какой-то момент ты достигаешь своего профессионального потолка, если являешься самодостаточной боевой единицей. То есть просто хорошо делаешь свою работу, свое дело, но особо ни с кем не общаешься. Ну, то есть ты хорошо пишешь код, но ты не можешь нормально объяснить, как он работает. И этого иногда достаточно. То есть ты сильный, крепкий разработчик. Но вот в рамках этой модели лечь идет о том, что для того, чтобы перейти на следующий уровень в какой-то момент, тебе нужно начать взаимодействовать с другими людьми в команде. Нужно, чтобы то, что ты рассказываешь, оно адекватно было воспринято твоими коллегами. И, может быть, не всегда напрямую коллегами, с кем ты над совместными задачами работаешь, но еще и просто людьми, которые могут нечто подобное провернуть из-за особенностей технологического стека, специфики, бизнес-домена и так далее. Мой любимый канонический пример в одном из ранних проектов по Диаврелу, который мы в бюро делали, был чувак, который просто максимально страдал от того, что его заставляли какими-то публичными штуками заниматься. Ну, просто он... Ну, вот прям по нему видно было, что он... Ну, вот физический дискомфорт. Да, да, да. И в какой-то момент его стало жалко, и мы к нему подошли и сказали, слушай, мы же видим, что тебе прям вообще не по душе всем этим заниматься. Зачем вот ты в очередной метап вписался, чтобы выступить? Если тебе это все так плохо, то как бы и не нужно, зачем себя мучить? Говорит, вы не понимаете. Я архитектор, и часть моей работы заключается в том, что мне свои архитектурные решения нужно доносить до команды. Я это делаю стрёмно. Я сильный технический специалист, но когда я начинаю кому-то что-то объяснять, никто нифига не понимает. И я обнаружу, что за счёт того, что я вписался во всю эту движуху вашу, будь она проклята, с метапами и вот этим всем, я прокачиваю свой скилл систематизации своих знаний и грамотного... Донесения. Донесения, да. Слушай, это круто, да. То есть я тренируюсь. Эта работа получается с этим верхним уровнем, если вспомнить пирамиду Маслоу, самореализации, по сути. То есть это как раз то, что там было про удержание. Ну, можно платить 300 ка в час, какая там шутка у программистов, я не знаю, но это будет работа на каких-то базовых уровнях. А получается, если пойти к уровню выше и поработать с тем, что человека заботит, тем, что человека беспокоит, то тогда и это самоудержание на самом деле превратится в поддержку какую-то... О, отличное слово, кстати, да. Вычеркиваем из лексикона удержание, заменяем на поддержку. Поддержка гораздо более гуманно звучит. А есть какие-то особенности с этим совсем у разработчиков, при работе с разработчиками? Вот с архитектором ты привел пример. Интересный, кстати. Особенность что ты имеешь в виду? Ну, вот по профессиональному развитию, по работе с этим, по общей работе, вот с мотивацией, да. То есть кто-то, в принципе, за деньги готов работать, да, за большие достаточно. А есть люди, которые за идею и вот интересно с разработчиками, как чаще бывает, за что они чаще работают? В нашей превратной трактовке одна из таких фундаментальных особенностей Диволева заключается в том, что у нас, как у посредников, как у инициаторов, как у организаторов, как угодно можно назвать, есть некое дефолтное убеждение, что те люди, которых мы во все это втягиваем, ну, то есть, в общем-то, люди с нашей стороны, люди с той стороны, которые будут всю эту информацию Диволевскую воспринимать, там читать наши статьи, слушать выступления, что так или иначе вся эта тусовка собралась вокруг базовой ценности своего профессионального развития. То есть они осознанно или нет тянутся к тому, чтобы обмениваться знаниями, экспертизой, кейсами, чем угодно, с единомышленниками и за счет этого как внутреннее, как внешнее сообщество достигать совместными усилиями более крутых результатов. То есть, и за счет этого каждый отдельно взятый участник этой движухи становится чуть более крутым, чем если бы он в этом не участвовал. В общем, ну вот эта установка на профессиональное развитие, она отчасти, опять же, если про историческую перспективу говорить, вызвана тем, что конкретно у разработчиков, у инженеров, у них все очень быстро меняется, большая скорость ротации технологий, подходов, практик и так далее. У кого-то история про деврельство, сообщество и вот это все, она чисто корыстная, связанная с тем, что я как технический специалист просто потеряю в цене, если не буду ничем подобным заниматься. То есть если я не буду интересоваться, что там происходит у других, не буду выходить в свет, то я просто буду дешевле стоить, я хочу дороже стоить. Ну, чтобы это не прозвучало, что все чуваки, которые в деврелье участвуют, они все такие суперидейные и чисто вот ради профессионального развития готовы бесплатно все это сделать. Нет, не всегда так. Там есть и корыстные мотивы, но фишка в том, что мы на уровне аксиомы договариваемся, что окей, тут вообще в воздухе витает идея профессионального развития, давайте ее конвертировать в конкретные действия. Ну, в том смысле, что он по нашему опыту самый убедительный, самый понятный. И когда ты начинаешь с каким-то чуваком разговаривать относительно того, что а давай ты что-нибудь поуступаешь, попишешь, поучаствуешь во всей нашей возне, человек спрашивает совершенно легативный вопрос, а зачем? Ну, то есть есть три основных таких кластера смыслов, зачем вообще конкретно взятому человеку, инженером из числа наших сотрудников участвовать в девреле. Первый кластер это потому, что так надо, то есть попросили начальник, как надо. Не задаваешься вопросов, надо. Разные формулировки этого посыла есть, но тем не менее все сводятся к тому, что надо. Попросили. Будь хорошим мальчиком или девочкой и, в общем, делай, что тебе говорят. Второй кластер смыслов это просто весело. Ну, то есть у меня уже пара из ушей идет, я столько кода сегодня написал, хочу как-то переключить фокус внимания на что-то другое, но при этом, чтобы оно, ну, типа это не котики на ютубе были, а что-то вот такое профильное для кругозора, но при этом не совсем то, чем я обычно занимаюсь. В общем, окей, попишу-ка я статью в перерывах между тем, как пишу код. Ну, то есть это просто весело, потом еще пойду и поругаюсь со всеми в комментариях на хэм. Третий кластер смыслов, он здесь ключевой в том плане, что он самый действенный, самый понятный и, в общем, может быть в нем и ценности для всех сторон этой истории и больше всего это история про то, что деврел это штука инструментарий для профессионального развития. Ну, то есть если говорить, возвращаться к вопросу а как мотивировать чуваков, то говорить, что смотри, эта штука вот таким-то образом тебе поможет в профессиональном развитии. Если у нас в компании есть грейды, то вот как конкретные грейды завязаны на участие в девреле. Если у нас грейдов нет, то вот как в целом тренировка, систематизация своего опыта, принесение его до людей в формате картинок, текста или устной речи, как оно прокачивает твои скиллы по рабочим конвенкациям и делает тебя более крутым специалистом, более заметным для начальства, для коллег, для внешнего мира и так далее. Большую часть времени, я точно не могу сказать, но по ощущениям процентов 99 времени человек, который занимается координацией деврела, деврел-организатор, деврел-менеджер, как угодно его назвать можно, он занимается тем, что ходит и объясняет людям, почему им все-таки нужно поучаствовать. Потому что ответ на твой призыв без подробностей, без комментариев, просто подходишь к чуваку, говоришь, давай ты поучаствуешь, там есть топ-5 из раза в раз повторяющихся вечных одних и тех же возражений и отговоров, что у нас все обычно, это никому не интересно, таких статей и докладов мероприятий уже полны-полно, зачем мы будем делать миллион первое, если уже есть миллион. Мы пока что еще не сделали крутую вещь, вот через полгода мы зарелизим, соберем метрики и тогда уже можно будет показывать графики, насколько все круто. Через полгода приходишь и говоришь, слушайте, возвращаемся к пункту номер один, уже устарело все, никому уже не интересно. И мой любимый пункт, довольно часто, кстати, встречающийся, это подходишь, человек говорит, все понимаю, одобряю, поддерживаю, но я не травер. Сорян, но не буду не готов. Не готов. Написать, да. Ну вот так вот. Вот эти эмоциональные 99% времени ты объясняешь. Ну слушай, ну вот посмотри, ну вот модель Дрейфуса, ну вот там эффект Даннинга Крюгера, вот то-то-то. Ну и человек такой, а, ну ладно, окей. Ну конверсия там не 100%, ну то есть нету такого, что у нас в компании работают 100 человек, мы со всей сотней поговорили и все 100, как пошли что-то делать, я ни разу такого еще не встречал, ни в компании, с которой мы работали, ни в других. Ну то есть всегда есть вот эта кластеризация, что окей, там есть чуваки, которым принципиально неинтересно, есть кому интересно, но они пока не созрели, а есть те, которые интересны, созрели, вот с ними мы сейчас и поработаем. В общем, история про мотивацию, она сводится к тому, чтобы итеративно улучшать с помощью собранной статистики, наблюдений, свои аргументы, почему все-таки людям стоит этим заняться. И проблема здесь в том, что мы в какой-то момент думали, господи, ну сколько можно одну и ту же шарманку крутить, ну почему людям до сих пор непонятно, зачем, какая польза от этого. И такие, блин, давай вот запишем просто видос, и каждый раз, когда вам нужно пойти к новому инженеру и объяснить ему, зачем нужен DOL, мы такие, даем ему видос, через полчаса встречаемся, и такие, ну все понятно. Не сработало, не работает, ну и понятно, почему на самом деле, потому что это история про доверие. То есть, когда ты человека куда-то зазываешь, то ему может быть все супер понятно, но при этом страшно. Но он ни разу в жизни такого не делал. Последний раз, когда публично выступал, там на тройку свой диплом защитил, ну не потому, что он глупый, а потому что просто ему некомфортно там вот перед какой-то приемной комиссией что-то рассказывать, указка лазерная и водить по слайду. И поэтому история про доверие, и именно про координацию его, она отчасти коррелирует вот с историей про менторство, вот про это все. То есть, здесь важен такой прямой человеческий контакт, связанный с тем, что ты добываешь некоторое количество доверия в глазах людей, которых ты куда-то зазываешь, и потом помогаешь увидеть доверие. Да, да, да. Потом им помогаешь заполучить пользу за счет того, что окей, ну давай попробуем сделать, там я тебе помогу. Мы тоже прохожем на цикл продаж, сбор возражений, отработка, продажа, закрытие сделки. Типа того, на самом деле одна из метафор Деврела заключается в том, что наша компания это продукт, и это продукт, например, для наших же собственных сотрудников. И поэтому наша задача заключается в том, чтобы продать им компанию, даже не в том смысле, что они придут к нам работать, они уже у нас работают, а продать им продление, подписки, да, подписки. Слушай, хорошо. Год отработал, да, мы хотим, чтобы он на второй год продлился, и поэтому мы ему допродаем фичи второго года. Ну вот, что-то типа такого. И есть компания как продукт для внешнего сообщества. А там тебе, собственно, нужно транзакцию произвести, чтобы заключить сделку, по сути, да. Это интересно. Как всегда, все опирается в хороший Paywall, да. Типа, если в хороший Paywall, все нормально, в девреле сработает. А кто в компаниях, ну вот, это все-таки такие DevRel специалисты, как ты, коллеги твои, или это в компаниях люди тоже этим занимаются? Давай я сейчас упрощу вопрос. Может ли просто менеджер этим заниматься? Или там Team Lead какой-то? Может, и более того, я знаю кучу примеров, когда именно так стоит попробовать сделать. Фишка в том, что если этим занимается, например, Product, или Team Lead, или кто угодно, то у него вот это доверие, о котором мы на шаг назад сейчас говорили, есть какой-то дефолтный запас этого доверия. Ну, то есть, когда он подходит и куда-то в какую-то авантюру пытается затянуть людей, они могут открыться только потому, что они его уважают. Ну, то есть, это прикольный чувак, он какую-то прикольную тему рассказывает, в целом мне все понятно, но почему бы не попробовать? Если это просто какой-то незнакомый дядька, такой, слушай, ты меня не знаешь, но давай-ка ты вот в Дивреле поучаствуешь. Ну, действительно сложнее. В целом, есть куча таких кейсов, когда действительно человек, основная роль, которая в компании заключается в чем-то другом, вот там, менеджер, лид, просто инженер бывает Диврела, то есть, даже не руководитель, ничего. Есть куча кейсов, когда удается со своей основной ролью сочетать еще и координацию всяких Диврел-движух. Ну, то есть, для этого, ну, какой-то минимальный джентльменский набор нужен, ну, что нужно немножко уметь в проектное мышление, потому что нужно координировать разных людей, чтобы они там не продалбывались. Нужно немножко в целеполагании метрики уметь, чтобы смотреть, насколько хорошо получается, не прожигаем ли мы деньги. Короче, в общем, не так уж и сложно. Ситуации, когда нужен человек извне, они чаще всего случаются, когда либо совершенно непонятно, с какой стороны подступиться, то есть, в целом, все ясно, но что конкретно делать, не ясно. И нужен взгляд со стороны чуваков, которые насмотрелись на всякого и могут сказать, ага, ну вот, судя по вашему раскладу, вам нужно попробовать что-то такое. Либо, в целом, все понятно, и что делать, понятно, но не хватает просто нужных людей. Ну, то есть, там, из внутренних сотрудников никто как-то особо и не вызвался. Те, кто мог бы и понимает, что делать, у них как-то, ну, вот, заняты куча других разных дел, руки не доходят до этого, и тогда, возможно, нужна какая-то помощь извне. Вот. Но, в целом, я всегда агитирую за то, чтобы были, как минимум, участники всей этой движухи на уровне команды координаторов из числа сотрудников, потому что это история про бас-фактора в некотором смысле. Ну, то есть, я видал такие ситуации, когда заходят люди извне, что-то там подиврело, настроили, публичность появилась, потом они такие, ну, ладно, все, мы пошли, у вас, кажется, все работает, уходят, а все, все остановятся. Потому что бас-фактор едет. И вот, чтобы такого не произошло, нужно, чтобы рано или поздно, лучше рано, чем поздно, появлялись люди из числа сотрудников, которые что-то такое подхватывают, и это не обязательно должен быть один человек, это может быть команда. Самые лучшие кейсы, которые я знаю, они про команду. Что, окей, там у нас есть чувак, который за координацию, за планы, есть чувак, который отвечает за метапы, есть кто за технологические статьи, есть кто про собственные мероприятия, то есть на первом бунте мы участвовали в чужих, а вот на третьем это, собственно, что-то организовываем и зазываем туда людей. В общем, когда вот такая специализация появляется, и при этом они такие в некотором смысле тишейп, потому что, ну, один другому может помочь. Типа, слушай, я вот тут сейчас чуваку помогаю статью писать, можешь по-ревьюить? Мы организовываем мероприятия, не хватает волонтеров, которые будут ведущими в залах, и вот можешь ли ты в этом поучаствовать? Когда такое удается сделать, это суперкруто, потому что пас-фактор увеличивается такая ситуация, и при этом, наверное, такой иррационально самолюбимый мой момент, связанный с командой Дивилел из числа сотрудников, он про то, что у ребят в какой-то момент загораются глаза в том плане, что они на самом деле понимают, зачем это нужно, какая польза конкретно для них, для коллег, для компаний, для индустрии, и начинают эту ценность транслировать, и это очень круто. Это то, ради чего в конечном итоге мы все это затеваем. То есть, когда ребята не потому, что их попросили, а искренне потому, что они от этого кайфут, начинают рассказывать людям, как это все работает, зачем нужно и как поучаствовать, блин, но это просто на качественно новый уровень выходит. Вот это вообщение и конверция сразу возрастает по втягиванию в эту авантюру своих коллег. В конечном счете наша идеологическая цель как бюро, как компании заключается в том, чтобы Дивилел чем-то вроде индустриального стандарта стал, чтобы все компании, по крайней мере, представляли, что это такое, а некоторые даже практиковали. И у нас есть ощущение, что за счет этого вся индустрия в целом выиграет, потому что будет больше вот этого мэтчинга, что правильные люди работают в правильных местах, занимаются правильными вещами и правильные артефакты от своей работы транслируют во внешнее технологическое сообщество. За счет этого все чуть-чуть ускорится. Мы плавно от маркетинговой части Дивилла, где было про воронки и конверсии, перешли в плоскость культурную. Я поддерживаю полностью идею, что кажется, что если люди будут мэтчиться, будет только круче. И вопрос, вот чтобы, например, появлялись те же ребята, которым это интересно заниматься. То есть их не назначишь. Их можно подтолкнуть к этому, но они сами должны сделать выбор какой-то. И это уже как раз часть личности этих людей, часть культуры компании, которая все это поможет организовать. И, собственно, вопрос в том, что, а что делать-то? Как можно к этому прийти? Можно ли? Перед тем, как на этот вопрос начать отвечать, небольшая оговорка, что ты говоришь, нельзя назначить, назначить можно. По секрету. Главное, Дайвилла, назначить можно. Нет, ну если серьезно говорить, я по умолчанию лично всегда топлю за мотивацию не административную, а вот как-то описываешь внутреннюю мотивацию. То есть, если чувак реально прочувствовал, зачем все это нужно, попробовал на вкус, ему понравилось, то его эффективность будет выше. Это вот Дэниел Пинг, привет, вот эта мотивация, все, сколько там, 3-0, 4-0, не помню точно. Но в какой-то момент я просто, не знаю, огромным удивлением обнаружил, что есть компании, где это все работает, ну вот просто в приказном порядке. Типа, чувак, с тебя статья, две недели у тебя есть. И ты думаешь, не-не-не, это так не заработали. Он через две недели берет и приносит. Ты такой, что у вас происходит вообще? Все, кто у вас, или что, что это вообще? Мне при прочих равных условиях по умолчанию скорее не нравится, чем нравится история про материальные вознаграждения, ну, не обязательно деньгами, а что наши разработчики пишут статьи, за каждой статьей мы им назначаем баллы, эти баллы в конце квартала можно обменять на наушники, на новую мышку, там бла-бла-бла. Вот. Я, ну опять же, при прочих равных условиях считаю, что это подмена внутренней мотивации и внешней, но опять же, я знаю несколько примеров, где это прекрасно работает, и в какой-то момент я просто сделал для себя шокирующее открытие, что компании разные, компании имеют, практикуют разную культуру, и где-то в культуру входит вот такой добровольно-принятительный порядок, и это нормально. Поэтому, если говорить про то, что конкретно делать, то возможно вы работаете в той компании, где можно прийти к чувакам и сказать, ребята, вот план, подиаврил, на квартал, фигачим, вот, идти через квартал, прийти и всех уволить за то, что они не сделали, вот, но это такие, некие, скорее исключения и крайние случаи, а сама модель, ну, опять же, принцип в любой непонятной ситуации, используя какую-нибудь модель, нам очень нравится модель Уилбера из спиральной динамики, она про работу с культурой организации, коль уж мы договорились, что Диаврилл лежит в плоскости культуры, что мы хотим в культуру нашей компании чего-то такое добавить, чтобы люди общались на профессиональные темы, друг к другу что-то докладывали, писали, в общем, всячески переопылялись, развивались как внутреннее сообщество или как внешнее сообщество, если про внешний Диаврилл говорить, в общем, хотим, чтобы это стало частью нашей культуры, связанной с, как там ты говорил, поддержкой, неудержанием, персональным развитием и так далее, то модель Уилбера, она говорит, что что конкретно можно сделать, скорее всего, многие про эту модель уже знают, сильно подробно, наверное, не есть смысл рассказывать, но есть в двух словах, там, как и все менеджерские модели, это такой квадратик с четырьмя подквадратиками, все модели такие, и, в общем, там история про то, что есть две оси координат, на одной мы откладываем, вернее, смотрим проявление эффектов, то, что связано с внутренним восприятием отдельно взятых людей, ну, то есть, вот я как сотрудник компании, я что-то такое думаю там про Диаврил, в частности, этот ваш Диаврил, вбедал его в гробу, и есть внешнее проявление отдельно взятого человека, то есть, я вот пошел и всем сказал, что Диаврил это фигня, могу думать что угодно, но внешнее проявление, оно вот такое, а другая ось, это мы смотрим на уровни отдельно взятого человека, ну, то есть, внутреннее, внешнее, одна ось, другая ось, это на уровне одного человека и на уровне коллектива, вот, и получается, что пересечение внутреннее, единичное, внутреннее коллективное, внешнее, единичное, внешнее коллективное, и один из этих четырех квадратов это культура, это внутреннее коллективное, то есть, то, что мы, А все остальные три квадрата в рамках модели Уилбера, они про то, что вот туда идите и там сделайте. То есть с культурой говорит нам мистер Уилбер, вы напрямую вряд ли что-то сделаете прям одноходовочку, что типа хоп, и типа культура. Это долгий, болезненный, мучительный процесс, и в общем для того, чтобы он дал какие-то плоды, нам нужно действовать в более понятных точках соприкосновения с нашими людьми. Три остальных квадрата в рамках модели Уилбера, они про то, что окей, давайте, например, мы поработаем с внешним публичным проявлением отдельно взятых людей, в частности, мы затянем во всю эту движуху наших лидеров, топов, руководителей, лидов, просто уважаемых ребят, прости господи, лидеров мнений, чтобы они сами что-то такое делали для того, чтобы подавать своим поведением пример. И транслировали ценность и всяческий call to action. То есть чувак, там, тим лид, которого все ценят, уважают за многочисленные заслуги, начинает выступать на конференциях и рассказывает своим коллегам, ребят, смотрите, я тут выступал на конференции, а давайте вы тоже выступите, кто хочет. Вот, если хотите выступить, обратитесь ко мне или кому угодно. То есть транслирование через людей, которые являются относителями ролевых моделей ценности паттернов и call to action относительно Диверела, это вот направление, связанное с этим квадратом. Это как в фильме «Начало», знаешь, посадить идею и подождать, пока она прорастет. Ну да, особенность вот конкретно этого квадрата в рамках модели Уилбера заключается в том, что у чувака-руководителя приживаемость идей, которую подсаживает он, будет больше тому, что его в целом, про доверие мы сегодня говорили, его больше уважают, ему больше прислуживаются. Осознанно, например, подчиненные копируют его поведение относительно принятия технических решений, что чувак всегда говорит «Только не микросервисы», и все такие «Да, только не микросервисы». Он такой «Диверел» все-таки, «Да, Диверел, Диверел». И вот в таком духе. Так, окей, остальные, дальше. Есть квадрат про процессы. Окей, на уровне коллективного массового у нас есть регламенты, договоренности, формальные и неформальные правила относительно нашего взаимодействия друг с другом. У нас есть какие-то ритуалы, там, ретроспективы мы проводим, демо-дни, планирование, вот как спринты у нас устроены, если мы спринтами работаем. И модель Уилбера в применении ее к Диверелу говорит, что окей, давайте мы в какие-нибудь наши процессы постараемся запихнуть Диверел и сделать Диверел обвешенным атрибутами процесса, то есть чтобы это стал плюс один внутренний процесс у нас в компании. Если для этого нужно завести страницу на конфлюенсе и описать, как все работает, кому нужно обращаться, давайте так сделаем. Если мы имеем возможность присоседиться к каким-то уже существующим процессам, например, крайне крутая практика, всем ее рекомендую. Вот у нас ретроспектива, спринт закончился, обсудили, что хорошо, что плохо, что нужно улучшить, и вот это вот все. И еще плюс один вопрос в повестку для обсуждения, что из того, что мы сделали в течение спринта, может быть полезно нашим коллегам. Что из этого мы могли бы рассказать на внутреннем этапе или тиснуть статью в нас, в Вики, в конфлюенсе, куда угодно. Казалось бы, плюс один вопрос, и он, ну такой, про понятную пользу, про понятную ценность. Что из того, что мы сделали, можно переиспользовать? Потому что если все в компании будут так делать, то и мы чужое тоже что-то сможем переиспользовать. Взяли, сразу же доходу обсудили, потратили на это пять минут, придумали три темы, на которые может кто-то выступить, и, в общем, договорились, что чувак из команды пойдет и займется этим. Казалось бы, не сильно сложно, но выклад может быть непредсказуемо крутой. Это вот в еще одном квадрате в рамках модели Уилбера. И третье, если поговорить про мнение внутренне отдельно взятых людей, здесь история про старый добрый классический мониторинг. То есть на он-то-анах обсуждаем, в ревью 360, в всяких опросниках про всякие вот это... Ну тут мы скорее мониторим, получается. Да, ну то есть вот у нас есть опрос там квартальный, и там мы задаем всякое, там типа вот на фидбэч на Васю, и вот всякое-всякое. И можно добавить туда еще вопросы, которые нам важны, типа, а что полезного вы услышали на внутренних этапах. То есть не обязательно спрашивать сразу прям в лоб, типа, пойдешь выступать на внешнюю конференцию? Ну нет, не пойду. А можно построить гипотезы, то есть там наши ребята недостаточно участвуют в внутренних этапах, потому что не знают про них, или им страшно выступать, или они считают, что у них нет тем. Ну разные гипотезы могут быть, и вопросы, которые помогут нам верифицировать эти гипотезы, мы можем проверять через личное общение, через внутренний коздеф, через вон-то-ан, и в общем, как угодно. То есть вот история про считывание, получение информации от отдельно взятых людей, она, с одной стороны, суперсложная, потому что непонятная, и люди могут думать одно, говорить второе, а на самом деле они думают как-то иначе, там третье, да. Более того, сами не отдают себе в этом отчет, то есть сами не осознают, что они думают как-то. Ну то есть думают, что у них проблема в одном, а проблема в другом. Ну классика любого продукта, что нельзя делать все заявки, то, что нам в саппорт пишут, ну типа, какие фиши в продукт нам предлагают добавить, иначе мы превратимся в, как там эта программа называлась, которая CD-диски вылезала, Nira, Nira, как-то так вот, они в какой-то момент своего развития превратились в жуткий комбайн, который чуть ли не новой операционной системой был, и, насколько я слышал, это как раз потому, что они прям максимально делали фичи, которые их просят пользователей сделать. Чтобы такого не произошло, что ты теряешь фокус и начинаешь просто всем заниматься. Нужна вот эта коммуникация с людьми относительно их мнения про Diveril, но нужно пользоваться всеми вот этими нашими любимыми трюками про Jobs to be done. Прям продуктовая работа, да. Да, 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 компания как продукт, мы же эту парадигму сейчас исследуем. Крутяк. Слушай, я надеюсь, что то, о чем мы сегодня поговорили, вдохновит кого-то начать применять этот подход на практике. Я вот сейчас с тобой разговариваю, наверное, будет программа iMaximum. Мы же все-таки по умолчанию сейчас предполагаем, что у нас в первую очередь продукты слушают. И мне кажется, что если продукты свой опыт, свою экспертизу, свое умение пользоваться продуктовыми штуками, инструментами и в целом продуктовым майнсетом принесут в Diveril, в концепцию компании как продукт внутрь и наружу, это будет суперкруто и в целом пробустит весь Diveril, потому что мы обсуждали ситуацию, когда просто некий тимлид пошел чем-то подобным заниматься, потому что ему по кайфу, но при этом у него не всегда хватает кругозора для того, чтобы использовать какие-то бесс-практические. Да, да, да. И на самом деле это такой, знаешь, фазовый переход, что когда ты осознаешь, что, например, проект-менеджерские штучки или проект-менеджерские инструменты, подходы, которые мы используем для своей основной работы, ты можешь для Diveril тоже использовать. Ты такой, погодите, погодите, в Diveril мы можем работать с принтами, подводить итоги и утеративно улучшаться. Вот это шок-контент, просто открытие всех времен народа. Вот когда происходит это осознание, вся эта движуха выходит на качественно новый уровень и начинает, вот мы много сегодня говорили слово переиспользование, такой осознанный Diveril, который, типа, погодите, оказывается, мы можем нашими рабочими инструментами для Diveril пользоваться, он переиспользует бесс-практичес, которые у нас есть относительно наших прямых проектов. То есть вот наш бизнес, продукт, что мы там делаем, мы вот эти подходы, может быть, в Diveril тоже использовать для нашей внутренней движухи. В общем, мне бы хотелось, чтобы хотя бы кто-то, ну, хотя бы в качестве эксперимента из числа продуктов, которые нас слушают, попробовал что-то такое сделать. Я уверен, что результаты, которые вы таким образом получите, вас приятно удивят. Да, я думаю, должно получиться что-то. Тем более, иногда продуктам тоже очень хочется, чтобы в команде появлялись разработчики, тестировщики. И вот как раз помочь HR с этим тоже можно. Круто! Спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Было очень интересно. Я только рад, зови еще. Обязательно. В будущем. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Алексеем Долгушевым мы поговорили о том, что такое Diveril, почему про него важно знать и кто им может заниматься. Обсудили, как компании работают с потенциальными сотрудниками Данайма и уже в процессе работы. Можно ли это как-то измерить и как на это влиять. И еще поговорили о том, как вовлекать людей в Diveril и как трансформировать культуру компании или команды по модели Уилбера. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах и слушайте подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 127 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok